С самого утра сегодня в Полевском идет сильный дождь, но чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любую погоду. Поэтому принято решение все же провести тактико-специальные учения, которые были запланированы на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Из-за задымления срабатывает пожарная сигнализация и тут же сигнал проходит в пожарно-спасательную службу. Через считанные минуты пожарные прибывают на место происшествия, где уже полным ходом идет эвакуация, но не все могут самостоятельно покинуть задымленное помещение. Люди зовут на помощь, открыв окна, подавая сигналы. Саша, включаем там аппараты. Мальчик на первом этаже в раздевалке. Женщину на втором этаже. Приступаем к спасению. В первую очередь спасение. Сотрудники ПСС в полном обмундировании входят в здание и выводят пострадавших, передают их в руки медиков, которые также прибыли для оказания помощи. Основная цель этих учений – это потренировать навыки тушения пожара, навыки спасения людей, эвакуации в условиях пожара и оказание первой помощи пострадавшим, медицинской помощи в дальнейшем, эвакуации их причемных учреждений. Пожарная нагрузка здесь достаточно высокая. Здесь есть и деревянные конструкции, здесь есть и линолеум, который дает при горении сильное задымление. Здесь есть и свои особенности. То есть люди отдыхают, люди могут во время пожара и спать, и тренироваться. И вот все это надо организованно, без паники. Их эвакуировать и ликвидировать пожары. Для этого нужно тренироваться. После того, как весь персонал эвакуирован, пожарные приступают к тушению пожара. Делают это быстро и четко. Значит, сегодня отрабатывали по замыслу возгорания на лыжной базе. Проверяли слаженность действий дежурного караула. Проверяли взаимодействие между силами постоянной готовности. Задачи, поставленные учениями, были выполнены. За действиями участников учений пристально наблюдают проверяющие. Им необходимо оценить готовность персонала к ситуации, если тревога окажется неучебной. Учения прошли в довольно высоком уровне. Общая оценка будет выставлена на подведение итогов после заслушивания всех посредников и наблюдателей. По моему направлению серьезных замечаний не выявлено. С моей стороны проверялось действия администрации лыжной базы УКСО. Их правильность, их скорость, их целесообразность. Серьезных замечаний нет. Пожар потушен, люди спасены. Учебные задачи выполнены. Итоги будут подведены позже в заводы управления. Будут тщательно изучены фото-видеозаписи и замечания проверяющих. А также разработан план мероприятий по усовершенствованию действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мы на системном уровне проводим подобного рода учения для того, чтобы, не дай бог, конечно, в реальных условиях оперативно все службы сработали. Ну и, конечно же, с минимальным ущербом и для объектов, и для жизни людей. Ну, если сказать про сегодняшнее учение, то погода максимально приближена к реальным. То есть в такую погоду особенно, ну, наверное, можно прочувствовать, да, как вот эти реальные условия. Все службы сработали четко. В ходе таких учений отрабатываются навыки ликвидации пожаров. В первую очередь это межведомственное взаимодействие служб экстренного реагирования СТЗ. Их действия должны быть слаженными и доведенными до автоматизма. Тогда в случае реальной угрозы все будет сделано грамотно, быстро и профессионально. Стоит также отметить, что персонал социальных объектов, таких как лыжная база, также должен уметь действовать правильно. Ведь до приезда спасателей им самим необходимо начать эвакуироваться, а может и оказать первую помощь. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11 канала.